Я технический рекрутер в команде рекрутмент-центра «Айнополис». Наша задача, задача нашей команды – находить специалистов в компании «Резиденты». И у нас достаточно большой объем проектов, то есть они совершенно разнообразные, от блокчейна до беспилотников. Мы ищем на самые-самые разные проекты антиспециалистов. И вот для примера, сейчас, например, у нас в работе наша команда 400 разных позиций в разной компании. И, наверное, за год мы там общаемся с несколькими тысячами кандидатов лично и с большим количеством заказчиков. Поэтому, исходя вот из этого опыта, я непосредственно и буду говорить о том, что же сейчас у нас происходит, что мы видим со стороны кандидатов, что мы видим со стороны заказчиков, и что же такое прогнется новое в 2020 год. Что мы видим в 2020? Все, наверное, заметили, что на IT-рынке что-то стало происходить просто нереальное. Если до июня 2020-го IT-рынок походил на какую-то там драку в бутике между двумя рекрутерами, то сейчас рынок кандидатов выглядит как настоящая черная пятница в каком-нибудь огромном моле в США. Чтобы показать, что же происходило, как же это все разрасталось, я нашла неплохой пример. Это скрин индекса Нью-Йоркской биржи. Здесь видно, как вообще вел себя рынок в 2020 году и что сейчас там происходит. Он очень хорошо коррелируется с рынком найма IT-специалистов. И вот на этом слайдике я вам хочу это показать. Смотрите, в марте мы встретили нашу неожиданную угрозу. Рынок отреагировал немножко панически, начал падать. И большинство компаний с марта по май застопили, естественно, найм-специалистов. Ну и даже там особенно аутсорсинговые компании начали сокращать своих специалистов, потому что кто-то там остался без проектов, особенно там западные проекты некоторые начали ставить на паузу. И получилось так, что весна у нас просто неожиданно для мира IT немножко была такая на стопе. То есть рынок был со стороны заказчиков достаточно медленным и вялотекущим. Но где-то уже в июне мир, в принципе, понял, что все в порядке и мы сможем развиваться. Миру нужны какие-то новые сервисы, которые помогут жить в текущей реальности, выходить в онлайн. И что тут началось? Вот здесь видно, как начал расти рынок. И, соответственно, если рынок достаточно плавно начал расти, то рынок IT-специалистов здесь начал с этой точки расти очень прямолинейно, вверх. Гораздо выше, чем рос сам рынок, рынок акций, рынок компаний. Почему так произошло? Потому что, во-первых, всю весну не добирали разработчиков, то есть как бы сокращали, не добирали их, и нужно восполнить это. А во-вторых, чтобы масштабироваться в текущем мире, еще больше нужны IT-специалисты. То есть нужны ребята, чтобы делать онлайн-сервисы, нужны ребята, которые автоматизируют какие-то части производства, еще чего-то, чтобы как можно меньше можно было делать что-то контактным путем, делать все автоматизировано, удаленно и тому подобное. Плюс, естественно, если говорить именно не только про спрос на IT-шников, который, естественно, повышал их зарплатные хотелки, тут еще и выравнивание по ОЗП сказалось из-за удаленного тренда работы. Соответственно, регионы и Москва выравнились по ОЗП, ну и плюс, надо не забывать, что американский и европейский рынок тоже начал нанимать наших ребят на удаленку наиболее активно, и, соответственно, с европейским рынком мы тоже вполне так выровнялись сейчас. Вот, соответственно, из-за чего и все так сильно подросло. Где-то в конце лета мы с нашей командой начали громко кричать нашим заказчикам, нашим компаниям о том, что, ребята, смотрите, что на рынке происходит, и то, что у нас есть сейчас от вас, какие предложения мы видим по зарплате, по удаленной работы требования ходить в офис и тому подобное. Что с этим как бы сложновато уже работать, и нужно что-то делать, надо срочно менять, все просматривать. Вот, наши заказчики нас послушали, посмотрели аналитику, почитали там в других местах аналитику, и вот самое интересное, что стали возвращаться к нам сейчас, ну, не совсем сейчас, а где-то в начале 2021 года, ну, большинство, и сообщать радостную новость, что они наконец-то согласовали, да, эти вилки, которые мы просили поднять для вакансий, и что все, теперь давайте заживем, будем нанимать на новые зарплаты разработчиков. Вот только как бы за полгода рынок снова изменился, вы на предыдущем слайде видели, как он активно растет, вот, и согласованные там на текущий момент, согласованные Таза Пен на текущий момент, она уже как бы, дай бог, проходит там по нижней котелке тех ребят, которые бы они хотели нанять. Вот, ну, заказчики нам говорят, ну, окей, ладно, там зарплата, но мы теперь согласовали, что можно там все полностью на удаленке, мы там посылаем ноутбуки, все отлично, для удаленщиков все там привилегии согласовали. Ну, и как бы тоже, да, тот же ответ, ребят, ну, вот сейчас вот уже в 2021-м-м-то все уже тоже и удаленку согласовали, и за удаленщиками своими тоже там следят за будет. Так что, как бы, ребят, опять надо что-то новое придумывать. И вот эта вот вся история, она напоминает, компании в этой истории напоминают такую черепашку с зонтиком из советского мультфильма, может быть, кто-то помнит, когда черепашка из-за того, что так медленно собиралась, никак не могла выйти из дома, одетой по погоде. Вот, и именно, наверное, вот эта вот ситуация меня исподвигла сегодня выступить на митапе и призвать всех трансформироваться из вот этих черепашек с зонтиком в настоящих черепашек-минзи. Что нам для этого пригодится, да? Во-первых, главный супер-скил наш – это скорость. О скорости можно говорить очень много, где она нужна. Вот, я сейчас такую скажу фразу капитана очевидности. Чем дольше мы в процессе кандидата, чем дольше у нас кандидат находится на стадии найма, тем, соответственно, более высокая вероятность, что он где-нибудь там сольется. Вот, это все, я думаю, и так прекрасно понимают. Вот, поэтому вопрос встает такой следующий. Долго – это сколько, да? Что нам подразумевает под словом «долгий процесс»? Например, это месяц мы в процессе кандидата или две недели мы в процессе, или мы в два дня уже считаем, что это долго. На самом деле, здесь вот, как бы, ну, такого прям конкретного ответа я вам не дам, но вместе, конечно, я точно могу сказать, что это долго. Но насчет, вот, например, недели я могу привести пример. У меня относительно недавно был кандидат, который на старте, когда мы с ним общались, он просил зарплату 270. Вот, его процессили ровно как раз неделю, и вот он, как раз, там, и техническое интервью, там, небольшое тестовое делал, и через неделю он оказался на интервью с SEO. И вот на интервью с SEO через неделю он уже рассматривал предложение от 300К. То есть, в принципе, за неделю он в своей стоимости прибавил 30К. Вот, поэтому, в принципе, ну, да, вам решать, насколько долго процессить кандидата неделю. То есть, это норм или не норм? То есть, готовы вы к тому, что он может подняться в цене, или не готовы, и хотите побыстрее? Вот. Соответственно, да, что я хочу донести? Я не призываю вас отменять какие-то там все ваши этапы, делать маленькое какое-то интервью и брать кого попало. Я понимаю, что всем хотелось бы нанять действительно подходящего кандидата, хорошего, стилового, и для этого его нужно оценить. Вот. Я даже вот приведу пример. У нас была компания, которая делала очень такое коротенькое интервью, 15 или 20 минут по телефону, после этого выставляла офферы. Вот. И кандидаты отказывались от этих офферов. Ну, в принципе, наверное, понятно, почему, потому что складывалось такое впечатление, что компания берет вообще всех, кого попало, ну, что-то на 15 минут можно выяснить, да, и зачем мне тогда работать в такой компании, если, как бы, я спецсиню как специалист. И также создавалось впечатление какого-то незаслуженного оффера, ну, то есть я, как бы, вроде ничего не делала, мне просто так, что взяли, ну, не знаю, какая-то странная компания, пойду с кем-нибудь другим пообщаюсь. То есть я вот не призываю к тому, что надо, вот, там, 15 минут поговорил, выкатил оффер, нанял кандидата. Вот. Я скорее хочу донести такую мысль, что нам нельзя растягиваться сильно во времени. То есть если у вас есть, там, пять этапов оценки, окей, ну, как-то попробуйте их уместить в очень короткий тайм. Вот, например, представим, у вас есть пять этапов, которые позволяют оценить, насколько вам подходит кандидат. Такие стандартные цифры, там, пресс-скрининг, общий интервью, технический интервью, тестовое задание, финальная оценка от руководителя. Вот. Если, как бы, их проводить, ну, по сути, да, если на каждый день назначать стаб, то это уже неделя, то есть это, если кандидат и специалисты свободны каждый день. Вот. Плюс еще потом нужно будет кандидату дождаться оффера. То есть это уже больше недели. Поэтому, если, как бы, у вас действительно требуется такой большой список для оценки, то, наверное, стоит подумать, что, может быть, там мы можем соединить, например, пресс-скрининг и общий интервью провести одновременно, ну, за один пересед. Или, возможно, там, вместо технического задания мы можем сделать лайф-кодинг здесь. Вот. Или, например, если руководитель должен, там, провести какой-то финальный разговор с кандидатом, то, возможно, он может уже сразу же озвучить на этом разговоре оффер. То есть и вот эти все этапы, в принципе, там можно, там, свести до трех дней, да, вот, если их как-то разумно объединить. Вот. Для того, чтобы вы прочувствовали, что я имею в виду, да, о чем я говорю, я придумала такой пример. Сравнить путь кандидата от старта, там, общения с ним до финального оффера, представить это как аркадную игру, да, то есть представьте уровень аркадной игры. Пусть это будет Супер Марио, потому что, наверное, все его знают, все играли, вот, то есть кандидат у вас должен пройти какие-то там испытания, чтобы дойти до конца, поднять флажок, ну, и флажок будет считаться вот так. Давайте вот прям посмотрим, как я вот даже запись сделала игры, посмотрим, как это происходит, да. Вот кандидат у нас идет, делает какие-то оценки, получает какие-то бонусы, то есть он уже оценил себя. Вот получает первый оффер от какой-нибудь компании, у него простая, там, самооценка, своя оценка в плане стоимости, он понимает, встречается с какими-то рекрутерами, здесь вот он их успешно игнорирует, и поэтому, как бы, мы можем продолжать играть дальше, иначе бы игра закончена. Вот также он обнаруживает, что можно сходить на иностранный рынок и попробовать там пройти с АБС, соответственно, тоже он поднял свою ценность. Дальше он возвращается, здесь вот он сталкивается со своими внутренними чарами, которые хотят сделать ему контр-оффер, тоже набирает еще себе очков, и уже приходит к нам, уже таким готовеньким, оцененным другими собой, и имеющим какую-то там классную стоимость свою. Вот, соответственно, на что здесь нужно обратить внимание, какие выводы сделать. Когда кандидат доходит уже к нам до оффера, то он уже там имеет какую-то свою вот оценку, которую он набрал в ходе прохождения САБСов, получив контр-оффер от своей компании и так далее. Вот, и, ну, соответственно, основные выводы, да, какие? Путь кандидата до оффера не должен быть настолько легким, чтобы ему было неинтересно, то есть чтобы этот уровень был интересным проходить, как в игре. При этом он не должен быть чересчур деревным, да, чтобы кандидат все-таки дошел до финиша, а его не срезала там какая-нибудь сова или грипп в виде рекрутера, да, вот, и чтобы он проходил на одном дыхании, чтобы не подникло желание уйти в какой-нибудь побочный квест. Ну, соответственно, примерно на международный рынок срубить. Вот. Это то, что я хотела рассказать о скорости. Следующий скилл, который нам очень сильно пригодится в этом году и вообще в будущем, я думаю, это гибкость. Меня немного удивляет то, что мы общаемся с разными компаниями, с IT-компаниями по большей части, и они работают уже очень давно на гибких методологиях. То есть он использует agile и прочее, вот, но при этом, когда мы с ними говорим о процессах найма, они достаточно-таки не гибкие и не сильно поворотливые. Вот. И про эту гибкость вот я сейчас хотела бы рассказать. Типичный пример такой, когда, ну, как сказать, у Личара стоит задача, во что бы то ни стало узнать, сколько, какую ЗП хотел бы кандидат получить, да, во сколько он себя оценивает. Вот. И здесь, наверное, вот сейчас в чатике, может быть, будут все подомущаться, что это действительно правильно, что мы должны знать, сколько кандидат хочет, прежде чем начать с ним разговор. Если мы ему, скажем, нашу вилку, то он попросит обязательно по верхней планке. Вот. По своему опыту могу сказать, что на самом деле это не совсем так. По верхней планке очень редко кто-то просит. Вилку скорее используют для оценки платежеспособности компании в целом, чтобы понимать, например, если он сейчас попадает по серединке, то в будущем он там сможет какое-то повышение получить, и это для него хорошо. Если же он, наоборот, там, по самому краешку проходит, то для него это такой звоночек, что, возможно, это не та компания, в которой ему там, ну, предстоит работать. Вот. Поэтому тут, ну, не совсем корректно именно такую формулировку использовать. А вообще я, конечно, призываю к тому, что мы как специалисты все-таки должны в целом оценивать весь рынок и понимать, сколько стоит специалист. То есть и приходить уже к нему, когда мы пишем, обращаемся, там, даже пусть будет самый первый контакт, мы уже должны понимать, сколько, скорее всего, он стоит, и сколько мы ему готовы предложить. То есть, возможно, озвучивать эту цифру, если это необходимо, прям сразу же, то есть даже, там, в первом каком-то контакте. Вот. И мы должны быть гибкими именно исходя из каждого кандидата. То есть кому-то мы должны сообщать, и кому-то мы должны обсуждать, и вообще, там, на финале каком-то договариваться. То есть не подгонять кандидата, там, какие-то свои вот эти вот вилки впишутся, он не впишется, а уже в итоге обсудить, как бы свои, ну, скорее, да, подогнать там свою зарплату под кандидата, подходящую, насколько он для вас ценен. Вот. Но, на самом деле, не только по поводу ЗПР такие вещи происходят. Вообще в компаниях сложилось, набралось очень много легоси требований, таких традиционных. Так вот мы делаем, а почему, ну, ну, собственно говоря, никто не знает, вот мы делаем, ну, делаем и делаем, да. Вот. Пример такой можно привести с тем, что, например, не хотим брать ребят старше стальки-то или, там, младше стальки-то лет. Вот. Мне, конечно, всегда было интересно знать, особенно, когда я получаю, там, такие формулировки в плане, там, не старше, а не младше 22. Ну, откуда вот взялась такая конкретная цифра, да, ну, то есть, обычно, когда начинаешь допрашивать заказчика, самый популярный ответ, там, не будет комфортно работать в тем ряду, вот, с таким вот человеком, который там старше его, или мы там брали, у нас был опыт, мы вот брали человека, он был такой, там, молодой, безответственный и, там, прогуливал работу, потому что ему там было всего лишь 20 лет. Вот. Ну, тут, наверное, скорее можно выделить конкретные причины, которые, черты характера, по которым не хотелось бы нанимать, да, кандидата. То есть, переформулировать эту фразу, не мы не нанимаем людей, там, младше стаж, а мы не нанимаем людей с какими-то конкретными, там, чертами характера. И уже пробовать выяснить, обладает ли они, кандидат или не обладает. Вот. А еще, там, очертная негибкость компаний, это то, что, ну, большинство компаний, с которыми мы работали, не могут нанимать ребят, которые, там, ну, без гражданства РФ, там, граждан других стран, с не совсем, там, полным пакетом документов, или, например, вообще находятся за рубежом и будут работать на удаленке из другой страны. То есть, вот к такому наши компании действительно прям вообще не готовы и совершенно, ну, ведут себя совершенно не гибко, да, скажем так. Вот. И мы здесь очень сильно проигрываем зарубежному рынку, потому что наших российских разработчиков-то вовсю нанимают, и в США на удаленку, и в Европу, и вообще в другие страны, там, в Австралию, куда угодно. Вот. То есть, получается, наш рынок потихонечку утекает на удаленку в другие страны, а мы хотим ребят с паспортом МРМ, да, и, соответственно, которые здесь на территории. И у нас с этого рынка становится все еще меньше и меньше и меньше, и в итоге там, как бы, спрос, конечно, будет все больше и больше и больше, и сами же попадаем в эту лобушку, там, высокий зарплатный сотелок кандидат. Вот. Поэтому мы бы тоже хотели, чтобы компании были более гибкими и немного переформулировали вот эту вот фразу, что мы не берем, попробовали выяснить, может быть, все-таки можем брать, может быть, есть смысл там нанять какого-то специалиста, который сможет разобраться с этими вопросами, а не просто у нас с некому этим заниматься. Вот. То есть я как бы вот немножко вот на эту тему хотела бы обратить внимание. И, ну, я не знаю, конечно, невозможно сейчас, то, что я говорю, это не всех компаний касается. Я надеюсь, что есть какие-то ребята, которые говорят, а мы все это делаем, и мы молодцы, и поставьте там в чатике, кто вот действительно нанимает ребят на удаленку из других стран, мне было бы реально очень интересно. Вот. И также еще раз вернусь к процессу самого найма тоже по поводу гибкости. Хотелось бы тоже обратить внимание, что вот эти вот стандарты, они, ну, что мы там делаем сначала тестовые, потом проводим техинтервью, потом еще какую-то оценку. Они, конечно, классно, что они сформулированы и типизированы, но хотелось бы, чтобы все-таки принималось решение там кейс-бай-кейс, чтобы исходили вот эти вот как бы требования непосредственно из кандидата. То есть у нас есть набор инструментов, вот как лего-кирпичики. И мы вот из этих лего-кирпичиков собираем там какие-то препятствия для кандидата, ну, как не препятствия, а там какие-то здания, да, которые он должен реализовать. И уже исходя из того, какой это кандидат, вот так вот мы это все и выстроим, этот процесс, а так мы свой игровой уровень и построим. Следующий скилл, который мы можем позаимствовать у черепаша книга, который нам пригодится при трансформации, это скилл предвидения. Опять вернусь к нашему опыту. Нас часто спрашивают, ну, подскажите, пожалуйста, сколько сейчас там стоит дата с антист? Мы такие, ну, окей, ладно, смотрите, вот средняя медиана такая, у нас вот такие данные на сегодняшний день есть. Окей, там заказчик убегает и там через полгода возвращается, говорит, вот, пока мы с вами обсуждали, вы нам говорили такую аналитику, мы подаем вам вот, пожалуйста, найдите нам специалиста вот за эти деньги, которые вы говорили. Вот, ну, и опять черепашку с зондиком в действии полгода прошло, все поменялось, там, вообще, может быть, специалистов стало больше, стало меньше, они стали дороже, по какой-то причине, может, стали вообще дешевле, вот. Но, ну, получается, заказчик как бы, ну, не проанализировал эту ситуацию и просто там какие-то старые данные использовал. Поэтому я бы хотела, чтобы, ну, как сказать, призвать вас задавать вопросы в будущее в целом. И не только при планировании вакансий, а вообще о рынке и о вашем взаимодействии с рынком. То есть какие вопросы здесь мы должны задавать. То есть как будет вести себя рынок найма, да? Будет ли расти спрос на нужных там специалистов? Как будет расти рынок зарплат? Что будут предлагать конкуренты? Как они будут там хантинг, да, на рынке? Как мы сможем выделиться на фоне? То есть не сейчас как мы выделяемся, а как мы сможем выделиться на фоне? Скорее всего, там конкуренты сделают вот так, и, значит, нам нужно будет обойти их с другой стороны. То есть вот это вот, вот эти вопросы касательно общего рынка. Также есть вопросы, которые нужно задавать себе в плане того, как мы будем взаимодействовать, да, с этим рынком. То есть как мы будем нанимать, как мы будем нанимать специалистов, в каком количестве. Для этого надо понять, какие у нас будут сервисы, да, в будущем. То есть что бизнес планирует, какие будут расширения, там, команды. Какие технологии будут выбирать ребята, да, то есть там, темный архитектор. Есть ли специалисты по этим технологиям, которые они хотят выбрать. То есть здесь такое плотное общение с ребятами-технарами, да, нужно, то есть чтобы как-то учитывали, да, сможем мы потом собрать им команду, а не сможем на той технологии, на которой они хотят. Сколько им их нужно будет. Возможно, мы сможем сейчас начать наших ребят растить, да, именно развивать в эту технологию. Если, например, на рынке нет достаточного количества специалистов, насколько вот будет там спрос, да, на этих ребят. И вот самый важный момент тоже еще, как обстоятельства рынка скажутся на кадрах, на наших текущих, да, кадрах, на кадрах нашей компании. То есть каков шанс, что мы начнем терять специалистов. Будет ли высокий спрос на специалистов, которые там работают у нас на вот этих технологиях. И вот здесь можно понять, да, вот этот вот риск оценить. То есть насколько, сколько сейчас вот, например, стоят эти ребята, сколько они будут стоить, и хорошо ли мы им сейчас, достаточно ли мы им платим, и будем ли мы как бы им платить вот правильно, да, в перспективе там и развития этого рынка. И вообще как хорошо ли им у нас работается. И такой контрольный вопрос очень хороший. Если наших сотрудников начнут активно хантить через какое-то время, то вообще какой процент, какой шанс, что они начнут уходить? И что мы будем делать, если там они начнут уходить? Вот. То есть это вопросы в будущее, на которые нужно иметь ответы заранее уже. И в текущем мире, в текущем быстро меняющемся рынке IT, ну, подбор IT, да, непосредственно, про который я говорю, о таком агрессивном очень рынке, эти ответы нужно прямо вот знать и, наверное, регулярно перезадавать, переотвечать. Продолжение следует...